Зимой и летом за велосипедом. Роман Еремкин передвигается на двухколесном транспорте круглый год. Говорит, по городу на нем перемещаться быстрее и безопаснее. Но не для всех. Для того, чтобы ездить по зимним дорогам, нужно иметь приличный стаж вождения двухколесного друга. Если вы не уверены в своем опыте, навыке вождения и не пробовали как-то кататься, начинайте езду с парков, с тротуаров, где мало количества людей. Зима вообще не любит резких маневр. То есть нужно менять манеры езды по сравнению с летом. У Романа этот велосипед уже далеко не первый. А все потому, что зимой низкая температура и постоянная влажность сильно влияют на работу движимых частей двухколесного транспорта и металлической рамы. И изнашивается велосипед сильнее, чем в летний период. Поэтому у Романа в гараже два велосипеда для разных времен года. Ну а те, у кого только один двухколесный друг, должны подготовить его к наступлению зимы. Можно это сделать самому, а если нет опыта, обратиться в веломастерскую. Там специалисты обслужат ваш транспорт, поменяют летнюю резину на шипованную, заменят смазочные материалы на цепи, втулках, звездах, а также аккумуляторы и фонари. В первую очередь зимняя резина отличается составом, потому что там используется резина, которая не застывает, не замерзает при низких температурах. В условиях города желательно, конечно, перед и зад резина, потому что налить образуется моментально и в течение дня несколько раз. По гололеду, конечно, без вариантов, только шипованная резина вывозит. Мастера советуют обязательно менять смазочные материалы. В зимнее время они должны обладать водоотталкивающими свойствами, так как из-за влаги подшипники начинают крутиться хуже и повышается износ. Можно и самостоятельно подготовить велосипед к зимнему сезону. Главное помнить, что на переднее колесо нужно ставить только оригинальную шипованную резину, а не самодельную, потому что на него приходится большая нагрузка, и именно от переднего колеса зависит управляемость. Не нужно забывать и о собственной экипировке – термобелье, ботинки, теплые перчатки, шлем. Также важно помнить, что поездка на велосипеде зимой всегда опаснее, чем летом. Под снегом зачастую скрывается ледяная корка, поэтому нужно быть готовым к заносу или падению. Чтобы избежать этого, велосипедист должен хорошо держать равновесие и иметь опыт езды на разных поверхностях. Максим Магомедов, Никита Колосов, Николай Сидоров. События. Субтитры создавал DimaTorzok